В подробности недели идем дальше. На связи Харьков к нам готов присоединиться корреспондент Интера Ярослав Кричко. Ярослав, что сегодня в городе происходило? Добрый вечер, Дмитрий. Сегодня в Харькове, несмотря на запрет суда, таки прошел небольшой митинг сторонников федерализации. Несколько сотен человек возле памятника Ленину заявляли о поддержке так называемой Донецкой Народной Республики и почтили память погибших в Одессе. Акция прошла довольно-таки спокойно. Сегодня также свой митинг планировали организовать активисты Харьковского Евромайдана, но в связи с событиями в Одессе, объявленным трауром и, чтобы избежать возможных столкновений, проукраинское вечер перенесли. На данный момент ситуация в городе спокойная. А какая есть информация по поводу расследования покушения на мэра города? Как оно подвигается? Ну, во-первых, хочу сказать, что сегодня Геннадий Кернес выложил в Инстаграм фотографию из израильской клиники. Надпись под фотографией «Жить нужно сильным. Всем спасибо. Я вернусь». О расследовании покушения информации пока не так много. МВД основной версией считает месть сепаратистов, так как Геннадий Кернес в последнее время из ярого сторонника федерализации превратился в публичного сторонника единства Украины и якобы перестал финансировать пророссийские движения в городе. Эту же версию поддерживает Харьковский Евромайдан и видит в этих событиях московский след. Сепаратисты, в свою очередь, обвиняют действующую власть. Еще одна версия, которую в городе считают вполне вероятной, это бизнес-разборки. У Геннадия Кернеса был очень жесткий стиль управления. Он фактически контролировал все финансовые потоки в городе. И, как говорят здесь, в Харькове, ни одна муха без его разрешения здесь не летала. Также ходят слухи о связях Кернеса с криминальным миром. Было много разговоров о возможной инсценировке покушения. Но все это скорее от того, что мало информации от родственников и от правоохранителей. В последнем, похоже, кроме найденного оружия, на месте преступления похвастаться пока нечем. Дмитрий. Спасибо. Гераслав Кречко держит руку на пульсе событий. Следит за тем, что происходит в Харькове.